Привет, с вами Сойер, это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Сегодня спроектируем в объектно-ориентированной парадигме прямоугольник и сделаем частную реализацию прямоугольника квадрат. Задача будет сформулирована следующим образом. У нас есть прямоугольник, для него задана ширина и высота, необходимо спроектировать класс, который считает его площадь. И такая же задача, похожая, сформулирована относительно квадрата. У нас есть квадрат, у него задана только одна сторона, потому что это квадрат, и нужно рассчитать его площадь. И вот нам нужно спроектировать такую программу. Ну давайте попробуем. Смотрите, с чего мы начинаем. Мы думаем о том, что квадрат это же на самом деле частный случай прямоугольника. И здесь явно нам просится наследование. Мы берем и вводим класс, который называем прямоугольник. Определяем по задаче, исходя из задачи, ширину и высоту. И далее в конструкторе, собственно, присваиваем эти значения. Еще у нас по задаче необходимо рассчитать площадь. Мы ее рассчитываем как произведение ширины на высоту. Все стандартно, все по теории, по геометрии. А дальше мы не хотим повторять то же самое относительно квадрата. И думаем о том, что раз это частный случай, то здорово было бы применить здесь наследование. Делаем буквально следующее. Создадем класс квадрат, наследуем все, что есть в прямоугольнике. И так как у нас квадрат это частный случай, единственное изменение это в конструкторе. Мы вместо двух сторон принимаем одну сторону и дважды указываем в конструкторе вышестоящего класса в прямоугольнике. Здорово спроектировали программу, использовали наследование. Мы молодцы. Давайте посмотрим реализацию. Первая реализация будет очень простой. Мы берем и делаем два инстанса. Первый инстанс это прямоугольник. Второй инстанс это квадрат. Сторона прямоугольника 5 на 10. Сторона квадрата 5. Далее мы считаем площадь. Для прямоугольника все здорово считается 50 единиц. Не знаю уж какие-то единицы, но они точно 50 квадратных единиц. Ну пускай будут сантиметры. Считаем то же самое относительно квадрата. Получаем 25 квадратных сантиметров. Здорово. Все работает. Наш интерфейс работает. Наши классы работают. И еще на всякий случай проверяем, что ни прямоугольник, ни квадрат не изменились в результате наших действий. Отлично. Казалось бы мы спроектировали систему, которая замечательно работает. И сэкономили место на реализации методов в квадрате путем использования наследования. Отлично. А дальше мы решаем, что нам необходимо сделать изменение. То есть ввести изменение стейта для всех прямоугольников. Для этого мы вводим функцию мутации. И так ее и назовем мутацией, mutation. И считаем, что у нас в эту функцию передаются строго прямоугольники. Но так как у нас квадрат является частным случаем прямоугольника, следовательно, в соответствии с подстановкой типов, мы считаем, что в этой же функции может обрабатываться как прямоугольник, так и квадрат. Не будем делать явной проверки, но допустим, что мы сделали утиную типизацию и проверили, что нам действительно передается класс, у которого либо родитель прямоугольник, либо он сам прямоугольник. Это для упрощения кода сделано. Окей. Идем дальше. Ну вот захотели мы теперь растянуть этот прямоугольник по ширине. И сделали умножение на 3 его ширины. Операция прошла успешно. Мы выдали площадь. Теперь у нас оказывается, что для прямоугольника и для квадрата мы можем растянуть его сторону. Что здесь получается? Ну здесь получается 150 квадратных сантиметров, а здесь, по-моему, 75 квадратных сантиметров, потому что мы растянули только ширину. Но самое ужасное происходит ситуация в том, что здесь у нас по-прежнему прямоугольник, пусть и с новыми сторонами, да, теперь он 15 на 10. А здесь вместо квадрата у нас снова прямоугольник со сторонами 15 на 5. И вот это уже пошла ошибка. То есть если мы где-то попытаемся этот квадрат использовать, окажется, что из-за вот этой ошибки у нас неверно интерпретируется квадрат и используется по факту прямоугольник. И эта ошибка может выразиться во многих случаях. Мы не будем их рассматривать. Мы просто поймем, что это логическая ошибка и это плохо. Для нас это очень плохо. И мы начинаем думать как разработчики, как исправить данную ситуацию. Естественно, нам первое, что бросается в глаза, это мутация. Вот это слово мутация, она у нас в голове постоянно сидит, нам постоянно это говорят. И говорят о том, что давайте мы сделаем иммутабельность. Давайте мы сделаем так, что вот этот параметр нельзя будет изменять. Можем ли мы это сделать в JavaScript? Да, конечно, можем. И мы берем и делаем следующую реализацию, которая выглядит следующим образом. Смотрите, мы переводим режим, да, то есть для того, чтобы у нас были явные ошибки при попытке изменения замороженных объектов, мы делаем strict режим и дальше в конструкторе замораживаем наш объект. Соответственно, в дочернем классе вот здесь это тоже заморозка работает. Получается теперь, что когда мы берем наше изменение, то в момент, когда мы используем растягивание по ширине, возникает исключение. Мы, как умные разработчики, понятно, это исключение видим. И переделываем реализацию. Теперь мы говорим, что наша мутация должна создать новый инстанс, который будет прямоугольником, у которого будет растягиваться одна из сторон на основе той информации, которую мы получили из-за параметров функции. Здорово. Здесь у нас рассчитывается конкретная и правильная теперь площадь. Опять же, у нас получается 150 на 75. Здесь у нас, точнее, вот здесь 150 на 75. Здесь мы создаем все так же квадрат и прямоугольник, а здесь они сохраняются. То есть у нас здесь не меняются параметры нашего прямоугольника и квадрата и остаются неизменными. И вроде бы, вуаля, мы сделали то, что нам нужно. То есть в мутации мы сделали создание нового инстанса. Это очень частый прием. Его очень часто любят делать разработчики на JavaScript, потому что, ну вот, у нас есть мутация. Она должна работать с прямоугольником. Мута и создай себе прямоугольник, возьми данные из параметров, какие тебе нужны, сделай то, что нужно и работай. Но не меняй наши прямоугольники, не меняй наши квадраты. Дальше они будут обслуживаться, обрабатываться как положено. Они не будут изменены. Соответственно, вроде как уходит наша логическая ошибка с тем, что квадрат перестает быть квадратом. Вуаля, здорово, мы молодцы. Ну, на самом деле, как вы понимаете, не совсем. Все дело в том, что дальше мы можем захотеть еще большего. То есть мы захотим теперь немножко по-другому все использовать. А именно мы захотим сделать билдер. То есть мы прочитали про паттерны. Мы начинаем думать, как можем еще использовать наши программы. И вот у нас появилась еще одна идея, что мы не хотим вручную каждый раз записывать эти 5, 10, 15. Мы хотим сделать билдер, который будет нам создавать необходимые инстансы любого прямоугольника. И, собственно, делаем это с помощью функции билдер. Передаем им уже не конкретную реализацию, а класс. И, собственно говоря, делаем инстансы этого класса. Ну, если там у нас возникают какие-то усложнения, мы, соответственно, здесь все билдим, как нам надо. То есть нам не важно теперь, какой у нас конкретный класс. Нам важен общий принцип, что мы хотим производить прямоугольники со стороной 5 на 10. Для этого у нас есть билдер. Здорово. И теперь мы уже в этот метод, в билдер, передаем конкретные наши классы. И что же у нас получается? А получается то, что вот здесь у нас все здорово. У нас 5 на 10 это, опять же, 50 квадратных сантиметров, а здесь 25. То есть оказывается, что наш билдер построил не прямоугольник, а квадрат. И если мы, например, потом бы на основе этих данных захотели рассчитать, не знаю, например, это были бы ковры, и нам нужна была бы краска для покраски этих ковров, мы бы ошиблись на 25 квадратных сантиметров, не дозаказали бы краску. То есть явно мы создали не то, что должен создать билдер. Потому что он, опять же, мы здесь не проверяем, но по идее здесь через утинную типизацию нужно было бы проверить, что rect это либо rectangle, либо square, ну либо потомок rectangle. То есть здесь нужно было бы сделать еще проверки. Мы для простоты этого примера не рассматриваем. Если будет интересно, то в следующем видео сделаем такую проверку и поговорим еще про контрактное программирование, потому что здесь можно это еще добавить и тоже здесь на эту тему все здорово ложится. Ну окей, пока мы представим, что здесь у нас были проверки, и мы действительно проверили, что у нас пришел инстанс с родительским классом прямоугольник, мы его создали, все сделали вроде правильно, а получилась вот такая вот ошибка. При этом у нас вот здесь в квадрате действительно будет квадрат 5 на 5 вместо прямоугольника, какой у нас должен быть, 5 на 10. То есть вот здесь явно пошла ошибка. Несмотря на то, что у нас есть иммутабельность, несмотря на то, что мы вроде как все здорово закрыли, теперь у нас не должно ничего меняться в процессе использования наших объектов, но вот в процессе создания мы себе получается подкинули проблему, потому что теперь нам нужно как-то решать вот этот вопрос. Если у нас дочерний класс квадрат, то поведение с двумя параметрами функции для нас уже закрыто, потому что мы его переопределили, мы сказали, что у нас только один параметр в конструкторе квадрата. Ну и мы как хорошие умные разработчики, мы же молодцы, мы придумываем решение. Мы берем и добавляем проверку в наш конструктор. Мы говорим, о, здорово, а давай на всякий случай теперь будем проверять. И каждый раз, когда наш класс будет пытаться использоваться неверно, то есть когда ему будут передаваться параметры в соответствии с его родителем, вот эти, мы будем проверять и бросать ошибку. Соответственно, когда мы будем делать этот пример, у нас вот здесь, в момент, когда мы создадим квадрат, возникнет ошибка. Неверные параметры, да, ошибка параметров. И мы должны будем ее обработать. Где мы ее должны будем обработать? Первый вопрос, можем ли мы ее обработать здесь? Ну нет, конечно, мы сразу вспомним про принцип открытости-закрытости и скажем, что билдеры не должны модифицироваться при добавлении новых квадратов. То есть у нас, допустим, вот не было этого квадрата, да. Мы его добавили, мы не должны при этом модифицировать класс билдера, потому что это новый тип, точнее новый подтип уже известного типа, который здесь обрабатывается. То есть этого мы не должны делать. Здесь мы явно не должны это исключение обрабатывать. Мы скажем, здорово, мы его обработаем вот здесь. То есть мы при создании с помощью билдера квадрата, мы поставим здесь try-catch и, если что, поймаем эту ошибку и каким-то образом срезолвим. И вот на самом деле, я вас поздравляю, вы только что создали проблему, которую переложили на другие плечи, потому что на самом деле каждый теперь, кто будет использовать билдер с вашим квадратом, должен думать, как резолвить ошибки, которые в нем возникают. Вы дополнили rectangle совершенно новым исключением, которое нужно будет ловить и другим разработчикам. И по сути переложили эту задачу с больной головой на здоровую. То есть вы спроектировали систему, в которой у вас бросается исключение, которого можно было бы избежать. И вот теперь мы плавно приходим к вопросу, почему же я привел этот пример. Ну, я думаю, из названия видео и из литературы вы уже знаете, что данный пример является классическим примером нарушения принципа подстановки Барбары Лисков. Все дело в том, что у нас ничего не получается, и мы видим постоянные проблемы с тем, что нам нужно знать, где у нас прямоугольник, где квадрат, иначе у нас все ломается. И, соответственно, где-то это обрабатывать. Либо в билдере, либо в методе мутации, либо еще где-то. Но мы постоянно должны что-то это где-то учитывать. И мы постоянно придумываем какие-то новые-новые трюки, вместо того, чтобы исправить саму проблему. Проблема заключается в том, что квадрат в соответствии с принципом подстановки Барбары Лисков, это уже разжевано в тысячах и тысячах источников, это не поддается сомнению. Именно в постановке задачи, когда у нас есть ширина и высота, не может быть использован как дочерний класс ректэнгла. То есть принцип подстановки Барбары Лисков нарушается в наследовании квадрата от ректэнгла в случае, если у нас есть понятие ширины и высоты. Если бы у нас было просто понятие площади, то да, здесь было бы без нарушений, потому что мы бы передавали вот сюда площадь, и, пожалуйста, наследуйся, мы не нарушаем интерфейс. А какой мы интерфейс нарушаем? Ну, понятно, что здесь идет проблема в том, что у нас был интерфейс с двумя параметрами, а мы пытаемся переделать его в интерфейс с одним параметром. И здесь достаточно воспользоваться определением, которое говорит о том, что если мы не можем использовать подкласс в место родительского класса без изменения методов его использующего, то это будет нарушение принципа Барбары Лисков. То есть мы не будем использовать даже вот этот классический принцип Барбары Лисков, когда он сформулирован относительно типов и подтипов, а именно по принципу подстановки. Если мы не можем подставить квадрат вместо прямоугольника так, чтобы не модифицировать вот этот метод, то эта подстановка будет нарушать принцип подстановки Барбары Лисков. Это самое простое определение, самое базовое определение, которое все должны знать, которое проще уже некуда. И дальше понимание того, когда мы нарушаем принцип Барбары Лисков, а когда не нарушаем, строится уже на использовании этого определения. Конечно, это не так просто и есть еще дополнение относительно контрактного программирования. В следующем видео, может быть, мы об этом поговорим, если это видео понравится и вы хорошо на него прореагируете, то поговорим еще о нарушении принципа Барбары Лисков относительно контрактного программирования. Но в любом случае, наверняка вы тоже об этом уже слышали, просто будет интересно разобрать пример именно с позиции контрактного программирования. Таким образом, что у нас получается? Мы, получается, нарушили принцип Барбары Лисков, пытаемся это каким-то образом снивелировать, исправить, придумываем различные способы, как нам кажется, хорошие и красивые, но на самом деле мы лишь усугубляем проблему, либо перекладываем ее на другие плечи, на плечи других разработчиков, либо придумываем способы, которые работают только в каких-то ограниченных контекстах, и мы должны контролировать тогда контекст и так далее. Сама проблема в том, что нельзя наследовать квадрат от прямоугольника. Это ошибка подстановки, и такая ошибка как раз и влечет вот эти необходимости постоянно везде подпиливать и уточнять, квадрат у нас или прямоугольник. Надеюсь, вам стало понятно, что принцип Барбары Лисков в JavaScript используется в полный рост, потому что там есть объектно-ориентированное программирование, есть наследование, и принцип Барбары Лисков говорит о том, что может ли быть применено наследование без последствий, так скажем, либо не может. Это самая его простая формулировка, самый простой пример, и надеюсь, вам как минимум стало понятнее, либо вы, если о нем знали, вы еще больше для себя его уточнили, поняли. Ну а в следующем видео, если будет интересно, поговорим про более специфические вещи, это контрактное программирование в контексте принципа подстановки Барбары Лисков. На этом все, спасибо, что слушали, с вами был Sawyer, до свидания.